В Миасе опять неспокойно не успел отшуметь на всю страну фестиваль торнадо, как в городе снова возникла взрывоопасная ситуация. Криминал пытается влиять на политическую обстановку. Местным авторитетам, которые контролируют город с 90-х годов, пришелся не по нраву сети менеджер Любимов, присланный губернатором. Подробности в нашем репортаже. В Миасе готовится революция. Криминал пытается вернуть былую власть. Громкими заголовками статьи с не менее скандальным содержанием пестрят ведущие информагентства. Сети менеджер Любимов, работавший несколько лет в администрации мэра Юревича и ставший главой администрации Миаса не без участия губернатора, сразу не понравился местной криминально-политической элите. Вот что пишет об этом сайт Полит74. Лидеры Миасских преступно-предпринимательских группировок на нескольких собраниях-сходках договорились о том, чтобы дать совместный отпор человеку, взявшемуся по крупицам собирать растащенное городское хозяйство обратно в муниципальную собственность. Ну а для этого, как говорят, ими предпринимаются попытки склонить или просто подкупить местных депутатов с целью внесения изменений в устав города. Изменения, о которых идет речь, могли бы лишить Александра Любимова полномочий. И тогда власть в городе вернулась бы к людям, чьи имена давным-давно у всех миасцев ассоциируются с криминалом. И как пишет федеральное информагентство УРА.РУ, попытки изгнать Александра Любимова уже предпринимаются. 18 января прошли публичные слушания по изменению местного устава. Участники и депутаты предлагают весьма революционные изменения. Речь идет об упразднении должности сити-менеджера. Полномочия по руководству администрации города планируется возложить на главу города, то бишь на Игоря Войнова, который, согласно ныне действующему уставу, руководит собранием депутатов. Из чего следует, что нынешнего главу администрации, то есть сити-менеджера Александра Любимова, хотят из мяса удалить. Кто же эти люди, пытающиеся влиять на политическую ситуацию в городе? Это не промышленники, не владельцы градообразующих предприятий. Заботы здесь вообще работают автономно, и хозяева стараются ни во что не вмешиваться. Некоторые СМИ делают предположение, что совершить революцию в городе пытаются господин Ордобьевский, бывший сити-менеджер МИАСа, за которым стоят влиятельные по местным меркам группировки, и господин Войнов. По некоторым данным, его избирательная кампания была профинансирована неким Маминджаном Имеровым, официально бывшим начальником уголовного розыска, неофициально, как подметили журналисты комсомольской правды, человеком, о котором в МИАСе от сверхстраха говорят с придыханием, и человеком, который теперь вместо погон носит золотую цепь и часы стоимостью в автомобиль. Вот любопытное интервью. В нем и Меров человек, не работающий в органах 15 лет, проявляет удивительную осведомленность о том, чем живут сегодня криминальные авторитеты. Он решает свои задачи уже не как раньше, с оружием бегал там, с толпой народа там. Сейчас перед ним разные депутаты выполняют или лоббируют его задачи, отрабатывают свой хлеб. Я думаю так. Обстановка в МИАСе явно взрывоопасная, говорят сити-менеджер Любимов, начинает опасаться за свою жизнь. Ведь в МИАСе стреляют часто и, как правило, метко. В МИАСе